Пока что это помещение мало чем напоминает технопарк. Ремонт в самом разгаре. Но уже к концу ноября аудитории станут располагать к учебе. Будущих педагогов ждет современный дизайн и оснащенность самыми современными компьютерами. Кроме того, появятся телескопы, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры и качественные конструкторы. Причем такие, что можно будет и роботов создавать, и дроны в небо запускать. Так, например, молодые учителя на своих уроках смогут по-новому изучать природу. Это то же самое, что раньше мы на биологии, на ботанике, журналы, например, наблюдения за природой вели. Сейчас мы можем делать наблюдения над полями, например, как тает снег, как появляется зелень. Такие оборудованные учебные аудитории и называются технопарками учительских компетенций. К концу этого года по распоряжению Минпросвещения России их откроют в каждом педвузе страны. Всего их 33, 6 относятся к Сибири. На Алтае это педагогический университет в Бийске и Барнауле. Строительство технопарков в краевой столице обошлось федеральному бюджету в 155 миллионов рублей. Однако и планы у вуза тоже большие. Поэтому мы хотим своим технопаркам встроиться в систему дополнительного образования детей и предоставлять вот эти ресурсы, предоставлять это оборудование для школьников. В первую очередь, конечно, города Барнаула, поскольку для них это будет доступным в территориальном плане. Технопарки занятия начнутся уже с нового семестра. В университете говорят, новшество станет полезным не только для будущих учителей, физиков или биологов, но и для гуманитариев. Военные действия, проходящие в виртуальной реальности, уж точно помогут им привлечь внимание школьников. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком.